Началось празднование на площади у Зимнего театра, где собрались представители кубанского казачества. Поздравить курорт приехали со всего края. Как они сами говорят, казаки – это в первую очередь патриоты. Есть у казаков обычаи и традиции, которые должны защищать родину, свои границы, любимый город, семью. Поэтому всё по-прежнему, всё на старом уровне. Охрана общественного порядка, защита границ, участие в ликвидации последствий ГОЧС. Ровно в 10 все они были готовы поздравлять и принимать поздравления перед дорогой, опять же по традиции небольшое богослужение. Затем собравшихся приветствовал глава СОЧ Анатолий Пахомов, который и возглавил шествие казаков. Колонны казаков прошли маршем от театральной площади по курортному проспекту. В связи с этим до 11 часов движение транспорта на этих участках было приостановлено. Зато на всём протяжении маршрута колонны приветствовали тысячи горожан. Шествие завершилось на площади Южного Мола. Сочинцы и гости курорта тем временем не скупились на поздравления любимому городу. Хочу пожелать всем сочинцам благополучия, состояния, чтобы всё было хорошо, побольше здоровья. Ну, конечно, чтобы всегда были такие солнечные хорошие дни. Поменьше застройки, побольше зелени. Самое главное, чтобы город всегда оставался зелёным, чистым и красивым. Наш Сочи самый прекрасный, самый солнечный, самый яркий город на земле. Не оптит город, наверное, по сравнению с Сочи, не сравнится с такой погодой, с таким настроением. Я всех поздравляю, жителей нашего города, с таким замечательным праздником, какой сегодня мы отмечаем. Ура! И какой же праздник в Сочи без национального колорита. На площади развернулся настоящий фестиваль кухонь народов мира. Вот, к примеру, так выглядит армянский стол, накрытый в лучших традициях. Тут шашлык, сунджук, гата, пахлава, долма из виноградных листьев и, конечно, гранат. А за концертную программу отвечали творческие коллективы города. Не обошлось и без традиционного чествования заслуженных горожан. Кроме того, мэр наградил сочинцев, чем и ушел родились в день города, а также семейные пары, которые прожили вместе не один десяток лет. Кстати, в 2018 году площадь Южного Мола станет главной развлекательной площадкой в рамках проведения чемпионата мира по футболу. Тут же пройдет фестиваль болельщиков FIFA, в рамках которого планируется трансляция всех матчей мундиаля. Именно те, кто будет представлять курорт на всех крупных мероприятиях в рамках подготовки футбольного чемпионата, представили на дне города. Первым послом Сочи стала олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина. Второй посол города, сын футболиста Слава Митревелли Сергей. Я благодарен руководству нашего города за оказанное мне доверие. И хочу пожелать болельщикам и любителям футбола хороших матчей, а нашим футболистам, конечно, успехов на чемпионате мира. И да здравствует наш прекрасный город. В день рождения города была задействована не только площадь Южного Мола, но еще десятки площадок по всему Сочи. Елена Овсец на телекомпании ФКТ.